Продолжается голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации и на стационарных избирательных участках. Свой гражданский долг уже исполнили более 7 тысяч жителей Ненецкого округа. Тему продолжит моя коллега Наталья Дуркина. На сегодняшний день в Ненецком округе уже проголосовали более 7 тысяч человек. В это число входят избиратели, исполнившие свой гражданский долг досрочно, а также те, кто открепился и прикрепился к избирательному участку по месту прописки на территории региона. Со школьных лет нам сказали, когда мы шли первый раз на выборы, что это почетное право каждого гражданина России. И поэтому с тех пор мы этим почетным правом каждый раз пользуемся. Мы не пропустили с мужем ни одних выборов. Я думаю, что в Наринмаре очень много в нашем округе людей, настоящих граждан своей родины Ненецкого автономного округа. И я верю, что они все обязательно придут и сделают свой выбор. Все участковые избирательные комиссии города работают с 8 утра и до 8 вечера. Что касается уиков, в селах и поселке Искателей, они открыты с 12 дня и до 8 вечера. Каждый человек, во-первых, имеет право на выбор. У него есть право участвовать в таких мероприятиях, голосованиях. И его нужно реализовывать. Потому что если ты взрослый, думающий человек, обладающий правом, то ты должен его использовать. Для соблюдения противоэпидемиологической безопасности в окружном избиркоме также призывают граждан не откладывать поход на участок на 1 июля, а по возможности пойти и проголосовать раньше. Я сегодня пришел на избирательный участок, выполнил свой гражданский долг. Вносимые изменения в Конституции Российской Федерации на сегодня обусловлены изменимся все временем. Главная задача всех вносимых изменений, на мой взгляд, это улучшение качества жизни населения. Ну и каждый может найти в этих изменениях поправки, которые коснутся непосредственно его. Те гарантии, которые мы сегодня имеем, должны быть закреплены в основном в законе, для того, чтобы в дальнейшем их нельзя было изменить или исключить. И каждый должен для себя решить, сделать выбор, выразить свою гражданскую позицию. Если по какой-то причине избиратель не может подойти на свой участок, у него появляется возможность воспользоваться услугой голосования на дому. Для этого необходимо позвонить в участковую избирательную комиссию и оставить заявку.